Гучи выпустила люксовую версию смарт-кольца Аура. Самые маленькие в мире роботы-крабы движутся за счет эффекта памяти формы. Страта Лаунч показала прототип гиперзвукового аппарата. Электрический Гелендваген продемонстрировал способность разворачиваться на месте. Обо всем этом подробнее далее. Меня зовут Андрей, вы на канале InStarting Новости. Обязательно досмотрите это видео до конца. Давайте начинать! Итальянский дом моды Гучи представил роскошную версию смарт-кольца, которая стала результатом сотрудничества с компанией Аура. Обычное умное кольцо стоит 300 долларов. Смарт-устройство может отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание, температуру тела, сон и различные виды деятельности. Частота сердечных сокращений определяется при помощи датчика, который измеряет поток крови в артериях, проходящих через палец. Аккумулятор обеспечивает максимальную автономность в течение одной недели, а заряжается кольцо от беспроводной зарядки. Дополнительно для обычной версии производитель ввел ежемесячную подписку в 6 долларов для доступа ко всем данным, в том числе анализу привычек пользователей, отслеживание сна, уровня активности и советам по оптимизации дня. Люксовая версия с 18-каратным золотом и символом бренда включает в себя пожизненную подписку. Разработчики оригинального умного кольца утверждают, что датчики их устройства более эффективны, чем у других носимых устройств. Причина в том, что они более плотно прилегают к телу, но это преимущественно также является проблемой, поскольку форма и размер пальцев варьируются от человека к человеку. Кольцо нельзя отрегулировать так же легко, как часы или браслет. Вместо этого Аура отправляет пользователям набор для измерения пальцев, чтобы затем прислать подогнанное под владельца кольцо. Люксовая версия кольца с пожизненной подпиской обойдется вам в 950 долларов. Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе сконструировали самого маленького в мире робота-краба с лазерным управлением длиной всего 0,5 мм. Эти крошки могут гнуться, ходить, ползать, вращаться и прыгать без помощи электричества или гидравлики. А все потому, что они состоят из материалов с эффектом памяти формы. Нагревание заставляет его растекаться и делает плоским. Материалы позволяют создать ползающих роботов практически любых форм и размеров, но студентам забавляло наблюдение за ползанием миниатюрных крабов в разные стороны. Так что разработчики уверяют, что это была скорее творческая фантазия. Dyson продемонстрировала серию прототипов и объявила о планах нанять сотни инженеров в течение следующих пяти лет для создания роботов для работы по дому. В ролике компании продемонстрированы машины с манипуляторами, способными поднимать тарелки, пылесосить или аккуратно поднять с пола детскую игрушку. Главный план Dyson – создать крупнейший передовой центр робототехники в Великобритании и к концу десятилетия внедрить свои технологии в наши дома. Очки смешанной реальности Virtue One XR поставили рекорд на Kickstarter. Возможность получить аналог 120-дюймового монитора в формате обычных солнцезащитных очков очень заинтриговала потенциальную аудиторию. Стартап нуждался всего в 20 тысячах долларов стартовых инвестиций, но пользователи Kickstarter перечислили ему целых 2,5 миллиона долларов. Это гораздо больше, чем Oculus Rift, который является его прямым конкурентом. Очки Virtue One XR используют технологию смешанной реальности, комбинацию виртуальной и дополненной реальностей. Они проецируют перед глазами пользователя 120-дюймовый дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления 60 кадров в секунду. При наличии специального обода-фиксатора для шеи, в который уже встроен модуль связи, можно запускать на очках потоковые сервисы и игровые приложения, вроде GeForce Now. Без обода очки все равно выполняют функцию портативного дисплея при наличии гаджетов с USB-C с видеовыходом и подачей питания. Это, например, консоль Steam Deck и отдельные модели смартфонов и ноутбуков. При наличии мобильной док-станции появляется возможность прямого подключения к очкам Nintendo Switch и устройств с HDMI-интерфейсом, таких как ПК, ТВ-приставки, игровые консоли и так далее. В очках есть встроенный динамик, поляризационная пленка для контроля освещения и линзы для людей с дефектами зрения. Гаджет весит 77 граммов, еще 170 граммов весит шейный обод. Стоимость очков начинается от 420 долларов. В продажу они поступают в ноябре текущего года. Компания Stratolaunch показала, как выглядит пилон на крыле самолета ROG и прототип TA-0 гиперзвукового аппарата Talon-A. Когда-то самолет ROG с самым большим в мире размахом крыльев в 170 метров создавался для покорения космоса как самолет-носитель для воздушных запусков ракет-носителей. Затем цели поменялись и теперь самолет превращают в летающую лабораторию для испытания оборудования для гиперзвуковых воздушных аппаратов. В перспективе самолет ROG будет нести под крылом между фюзеляжами три пилона для запуска одновременно трех аппаратов в TAILON-A. Каждый пилон – это конструкция с аэродинамическими обводами из алюминия и углепластика весом 3,6 тонны. Под крылом ширина пилона чуть больше 4 метров, при общей ширине крыла между фюзеляжами 29 метров. Пространство достаточно для безопасного сброса аппарата и его запуска в свободный полет. В каждом аппарате будет несколько отсеков для испытуемого оборудования. Доступ к отсекам будет индивидуальный с соблюдением норм секретности. Это позволит испытывать на аппарате военное оборудование. Планируется, что доступ к полноценным экспериментам со скоростями свыше пяти махов будет предоставлен в 2023 году. Использование электропривода для вращения колес открывает перед производителями автомобилей новые возможности. Кто-то старается реализовать подруливание колесами задней оси на крупных внедорожниках, чтобы облегчить маневрирование. Прочие стремятся извлечь выгоду из возможности независимо подавать тягу на каждое из колес. В последнем случае машина может разворачиваться на месте. И такую функцию Mercedes-Benz реализует для своего электровнедорожника EQG. Этот электромобиль является идеологическим преемником легендарного Гелендваген и должен увидеть свет в 2024 году, взяв на вооружение аккумуляторы нового поколения на базе анодов Сила. На этой неделе немецкий автопроизводитель продемонстрировал способность прототипа Mercedes-Benz EQG осуществлять так называемый танковый разворот. Машина просто вращается на одном месте, если структура дорожного покрытия этому способствует. В данном случае видеоролик снимался, когда внедорожник осуществлял разворот на песке. Спасибо большое за просмотр! Обязательно поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забывайте оставлять комментарии внизу под видео. Также подписывайтесь на все наши полезные каналы и ресурсы. Ссылки на них вы найдете в описании. Ну а с вами был Андрей, канал InStarding Новости. Не переключайтесь! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok